Продолжение следует... Шутка? Шутка? В моих группах в ватсапе за размещение видео из тиктока сразу же бан без предупреждения. Приветствую вас, братья-самогонщики. Но вот мимо этого видоса даже я пройти спокойно не мог. В двухминутном ролике вся энциклопедия домашнего самогона варенья. От постановки браги и до готового напитка. Вот тут, короче, специалисты. Да не, вот на эту снимаю, на камеру. Что-то я не припомню этого специалиста. Именитый дистиллер? Знаменитый винодел? Известный пивовар? А может быть просто супер популярный алкоблогер? Я священник. Священник? Священник это служитель церкви. О чем же батюшка нам хочет толкнуть проповедь? В Библии, в общем-то, много эпизодов, связанных с алкоголем. Всем известно, что свое самое первое чудо Иисус Христос совершил в Кане Галилейской. На свадебном пире превратил воду в вино. В 92-м году опытные медики, доценты Питера и Москвы сказали, Севушные масла это очень дорогое лекарство. Медики, доценты. В 90-х на сайте Хоум Дистиллер образовалась группа единомышленников, которых все фурамчане называли медики. Почему? Потому что они всех лечили, что самогонный аппарат с сухопарником это зло. Сухопарник отбирает севуху из самогона. Почему доценты? Все очень просто. Как вы знаете, на Хоум Дистиллер легко стать не только доцентом, но и профессором. В реальной жизни вы можете быть простым сантехником, но придя на Хоум Дистиллер и включив функцию флудозвон, вуаля, вы уже через месяц не просто доцент. Вы академик. Сайт Хоум Дистиллер. Звание на форуме. Андрей администратор пишет. Клим предложил интересную идею, которая мне понравилась. Смысл в том, чтобы давать звание на ученый манер. Ну, то есть, в реальной жизни вы никогда ничему не учились, всю жизнь пинали говно, а здесь, пожалуйста, что же нужно, чтобы получить ученое звание на Хоум Дистиллер? Я предлагаю такой список, пишет Андрей. Название. Минимальное количество сообщений. То есть, вы врубаете режим флуд, закидываете фурамчан своими идиотскими сообщениями. И вот, смотрите, уже через тысячу сообщений вы доцент. То есть, достаточно пофлудить всего лишь один месяц, чтобы получить ученую степень. От чего же лечит сивуха? Оказывается, у нее просто безграничный спектр применения. Они убивают раковые клетки у человека, дурные клетки убивают. И у кого мужчина, слабенький мужчина, делают мужчиной. Лечение рака, половой дисфункции и на этом волшебные свойства сивухи, конечно же, не заканчиваются. Как вы, наверное, знаете, в 2020 году знаменитый русский самогонщик Гинсбург сварил свое легендарное лекарство на основе сивухи, и оно всем помогло в борьбе с модной пандемической болезнью. Ни в коем случае никогда не убивайте сивушные масла. А сейчас, по моим секретным сведениям, газопровод Северный поток-2 хотят переименовать в самогонопровод. И да, в Европу мы будем поставлять не газ, а сивуху. Михаил Иванович сказал, что каждый российский самогонщик сможет поучаствовать в этом проекте. Так что, братья-самогонщики, не теряем времени, готовимся, отбираем хвосты до последнего грамма. Водка – это настоящий яд. Поставьте закупоренную бутылку водки в горячую духовку. На дне будет полбутылки осадков грязи. Я лично провел этот эксперимент, и результаты меня просто шокировали. Я взял литр 50% сортировки, приготовленной из рептификата, залил ею 300 граммов клюквы и наставил в течение двух недель. После чего настойку отсыдил и дал ей немножечко отдохнуть. И сейчас я покажу вам результаты. Если бы знали, что делать водку, вы никогда бы рот понижали. Осевушные масла – это очень дорогое лекарство организма. Посмотрите, какой осадок. Это как раз то самое, о чем и говорил батюшка. Идите, и расскажите всем. Чагивара все доказал. Никогда никому не верьте, интернетом никому. Это доказано, дорогой мой человек. Помните тот знаменитый эпизод из фильма «12 мгновений весны», когда Мюллер говорит Штирлицу, «Штирлиц, не верьте интернету, мне можно». Не верьте никогда никому. Все, Саня, вторую прогонку больше сделаем. Что только не делают горячие головы, чтобы раскислить брагу. Кто-то добавляет соду, кто-то доломитовую муку, кто-то залу, кто-то ставит гравицапу. А что же реально нужно? Бражка отгулялась, залейте до полтора литра молока перед самым угоном. Вы увидите деликатес. А главное, запомните, никакой второй дробной перегонки. Вот вчера я был в гостях у женщины. Зашел я в гости к одной своей прихожаночке. Вот такая баба. Огонь. Ну, а если матушка узнает? Не узнает. Батюшка матушки не благословил тикток смотреть. Она у меня гостила самогоном. Самогон, бабы. Ну, дело-то житейское. Морковку трет на термочку. И на сухой сковородке без масла посушивает ее, чтобы не сгорело. Три ложки на трехлитровую банку. А давайте-ка я по этому рецепту приготовлю бухлишко. И назовем эту настойку морковчук. И настаивается, конечно, только цвета. Ну, приятно, такая вот просто прелесть. А вдруг это получится напиток, как я люблю говорить, на пять звезд. Ну, никогда не убивайте смушные масла. Это больные люди делают это дело. Никогда. Это дорогое лекарство организма. Все, что нужно для приготовления этого вкусного и лечебного напитка, у меня есть. Плита, сковородка, морковка. Ну, а самое главное. Вот он, тот самый легендарный деревенский самогон, приготовленный по классической технологии. Голов не отбирал, гнал до ноля в струе. Какая вонючая ароматика. Как говорится, ни капли сивухи дьяволу. Напиток должен получиться. Вот такой. Беру терочку и начинаю натирать. Много мне морковки не понадобится. Нужна буквально одна столовая ложка для литра моего самогона. Забрасываю морковку на сковородку. И сейчас буду ее подсушивать. Вот что по итогу у меня получилось. Ну, столовая ложка здесь точно есть. Скажу сразу вам. Вот стоять и помешивать эту морковку на сковородке, чтобы она подсохла. Ну, развлечение еще то. Проще натереть морковку, оставить, допустим, на ночь, и она естественным образом подсохнет. Все. Теперь вот эту всю морковку отправляю вот сюда в баночку с самогоном. Видите, я здесь уже ярлычок подписал. Один литр пятидесяти пятиградусного настоящего деревенского самогона. Все. Баночка отправляется на целую неделю настаиваться. Посмотрим, что из этого всего получится. По этому поводу предлагаем без сивушных маслами. Парацельс говорил, все есть лекарство и все есть яд. И то, и другое зависит от дозы. Через недельку мы с вами, братья-самогонщики, встретимся на очередной моей самогонорубке. И вместе попробуем этот замечательный, вкусный, а главное, лечебный напиток. А пока, братья-самогонщики, на этом все. Как всегда, ни голов и ни хвостов, чтобы не был на сцене. Всем добра. Скоро увидимся. Песи в уху.